Всем привет! С вами Натали! Сегодня я снимаю ролик Было или не было? Сейчас эти видео очень популярны на ютубе, в принципе это уже далеко не новый формат, но все больше и больше влогеры стали снимать такие зачастую даже откровенные видео, где они говорят, было что-то с ними или нет, а спрашивают их об этом подписчики. Я в своем инстаграме, кстати подписывайтесь на мой инстаграмчик, очень вас там буду ждать ссылочка в описании этого видео Я там сделала пост, где попросила написать такие вопросы было или не было. Я полистаю пост, где у меня эти вопросы, выберу несколько вопросиков и честно вам положа руку на сердце отвечу Если вам понравится этот ролик, то не забывайте поддерживать меня лайком и подпиской на мой канал Ну и я не буду тянуть, мы приступаем Итак, первый вопрос Курила ли ты когда-нибудь? Да, я курила, но не в смысле я курила, ходила, прямо у меня была пачка сигарет и я курила, нет, я всего лишь пробовала курить Думаю, что сейчас очень мало осталось людей достаточно даже взрослых людей, которые не пробовали Я пробовала один раз и это был, кажется, Беломор канал Это было на концерте, мне тогда было, наверное, лет семнадцать, восемнадцать, мне ужасно не понравилось и, соответственно, по жизни вообще я не курю и вам не советую Была ли у тебя мысль вообще никогда не рожать? Да, была И периодически эта мысль у меня до сих пор проскакивает Я, вроде бы, совершенно и не против того, чтобы у меня были свои дети, но с другой стороны я к этому не готова, потому что Да даже не знаю объяснить, ребята, почему Вот просто вот не готова и все тут Но, тем не менее, childfree я себя назвать не могу потому что я к детям отношусь, в принципе, положительно Но на данный момент своей жизни я не хочу ребенка Было ли такое, что ты встречалась сразу с двумя парнями? Да, ребята, такое было Это было совсем недолго, буквально, наверное, недели полторы Я приглядывалась и к тому, и к другому и решала, какой же из них все-таки мне ближе А какой из них душевнее и так далее Да, я чувствовала себя очень виноватой на тот момент, что я одновременно с двумя парнями встречаюсь Да блин! Но, с другой стороны, у нас не были ни какие-то там серьезные отношения, мы просто гуляли, болтали чуть-чуть целовались и все Я не вижу в этом ничего ужасного Вот, поэтому согрешила, согрешила, было такое за мной Вот этот вопрос просто обожаю задавать всем блогерам Было ли такое, что ты целовалась с другой девушкой? Да, это было И было это не один раз И мне ни капельки не стыдно Вообще Потому что, если я захочу И если девочка, которая будет не против То почему бы и нет? И это не будет означать совершенно ничего про мою ориентацию Я не знаю даже, как объяснить это, ребят Для меня это своего рода просто воспринимается как какой-то что-ли прикол Ну, забава ради Я совершенно спокойно отношусь к сообществу ЛГБТ И не имею ничего против Сама я, конечно, натуралка, у меня есть муж Но, тем не менее с девочками целовалась И даже достаточно раз И целовалась даже со своей лучшей подругой Вот И я и она воспринимаем это по приколу Можете закидать в меня тапками, если хотите Но зато я честно отвечаю на сегодняшний вопрос Крала ли ты что-нибудь из магазина? Девочка привела, к примеру, жвачку Нет, я никогда не крала ничего из магазина Даже случайно я не крала Я знаю, что есть такие случаи у некоторых людей Когда они случайно что-то прихватывают Нет, у меня такого ни разу не было Есть люди, которые считают Ну, если ты стащил что-то маленькое Мол, там жвачку, конфетку Да пофигу, ничего страшного Нет, я не могу Я просто не могу И ни разу даже у меня не было мысли, чтобы так сделать Я вообще честный человек И поэтому нет Стоп! Это не для меня Было ли такое, что ты хотела удалить все свои каналы из-за просмотра? Я так понимаю из-за того, что они не самые высокие Нет, такого не было Было скорее желание, может быть, пореже снимать видео Взять какой-то перерыв Потому что я уже очень давно веду свой канал Вот этот особенно И он мне прям как родной Как ребеночек такой для меня Чтобы его удалить У меня нет, нет Таких мыслей нет Поэтому я тут с вами буду еще очень-очень долго Было ли такое, что ты гуляла ночь напролет? Ни разу, кстати Потому что когда я была подростком Родители меня в принципе не пускали никуда с ночевкой к подругам Если были какие-то ночные тусы Меня тоже родители не пускали Мама всегда твердила, что Наташа, хорошие дела все Хорошие дела делаются днем А ночью какие дела делаются? Конечно же плохие Хотя я немножечко кривлю душой Один раз мы поехали с Валерой на концерт в Москве И он был поздно вечером И мы на ранней-ранней электричке с утра уезжали домой И получилось так, что мы всю ночь провели в Москве Но мы просидели в каком-то баре Потом с утра фотографировались и так далее Но это не прямо была прогулка по Москве Но в общем всю ночь я тогда там провела в Москве То в баре, то на улице Давайте засчитаем, что один раз знать все-таки было Вот этот вопрос самый залайканный Было ли такое, что ты рекламировала отвратительный для тебя продукт? Нет, такого не было никогда Потому что если мне предлагают какую-то рекламу Я, например, не уверена в этом продукте Или он мне категорически не нравится Или я знаю, что у меня совершенно не та аудитория Которой может быть это интересно То я сразу говорю, ну нет, ребята Нет, не пойдет, мне это не подходит и так далее Я стараюсь отбирать для рекламы только то, что считаю нужным Чему сама доверяю И мне хочется об этом рассказать вам Так что я сортирую свою рекламу Второй популярный залайканный вопрос И он снова про беременность, ребята Было ли у тебя подозрение на беременность? Ну вот людям вот прям не имется, я не знаю Ну просто не имется Да, один раз было такое, было Всего один раз Когда я что-то засомневалась, засомневалась Что что-то месячное долго не приходит А вдруг Но оказалось, что все хорошо Они немножечко запоздали, но все-таки пришли Вот, почему так интересно людям тема беременности, не знаю Сейчас это даже попахивает какой-то модой Когда блогеры беременеют и все ждут там Скорее бы родила, скорее бы родила Следите и так далее Я не очень этого понимаю Объясните мне в комментарии, ребята Кстати, почему так Зрители всегда волнуют Вопросы о беременности И о родах Вот, объясните мне Правда, может быть вы знаете Я до сих пор не понимаю Вот этот вопрос Пила ли ты вино когда-нибудь за гаражами? Почему именно за гаражами? Я не поняла Нет За гаражами я вино никогда не пила Но когда я была подростком один раз, по-моему, был момент Что мы пили какой-то алкогольный напиток Не за гаражами, но на трубах Знаете, такие трубы бывают страшные-страшные Через какой-нибудь проходит двор Там тоже ближе к гаражам, к сараям Ну вот что-то такое Именно вот это подростковый был момент Поэтому как-то и было и не было этот вопрос Пила ли я вино за гаражами Было ли такое, что ты пряталась Или убегала от толпы поклонников? Хочу сказать, было Но это была не толпа поклонников Это буквально было две, может быть, три девочки Сейчас кто-то захочет меня заругать Сказать, да ты что-то делаешь Ты обязана фотографироваться Со своими подписчиками и так далее Но у меня есть объяснение У меня было очень плохое настроение Это был снова один из тех дней Когда я была в себе не уверена И вообще все было и в крифе, и в кось И естественно, когда такое настроение Никак не хочется Чтобы кто-то к тебе подходил С тобой общался Тем более фотографировался Тут дело не какой-то а-ля звездной болезни Или того, что я злая Это именно психологическое Так, чтобы прям, знаете, убегать Ну, прям убегать Ну, такого не было Нет, я старалась, знаете Может, как-то зайти за стеночку Или свернуть на другую тропиночку Были такие случаи, были Можете поставить за это мне дизлайк, если хотите Но они были И это честный ответ Было ли такое, что ты повторяла за другими блогерами? Наверное, снимала видео Такие же, как у кого-нибудь Да, такое было Такое было много раз Сейчас, в принципе, чего-то сильно нового На ютубе почти что не появляется Один раз я сняла видео Там, переписка с тем-то, с тем-то Переписка с тем-то, с тем-то Это видео придумала Лена Райтман И я решила тоже снять А это именно придумала как бы Лена Ну, вот именно конкретно такой формат Сама идея не новая, но то, как подала это Лена Это именно ее идея Я тоже сняла Не сказала ничего про Лену вначале Мне было стыдно Вот, потом я перед ней извинилась Потому что я считаю, когда вы коллеги И если понравилась тебе идея Какого-то блогера И уж особенно, если может даже вы знакомы Да даже если не знакомы Лучше написать, предупредить Либо, если не предупреждаешь Сказать об этом в начале видео Чтобы никто не обижался Чтобы все были довольны И все было окей И чтобы как раз таки было меньше срача в комментариях Потому что, когда снимаешь ролик Который есть еще у кого-нибудь Обязательно в комментариях А, ты взяла эту идею И вот это вот начинается Но только ты сказал Я видела эту идею там-то там-то Все Все сразу золотки, солнышки И все отлично Вот, поэтому да Такое было, конечно Было ли такое Что на тебя нападали маньяки Или следили за тобой И поджидали Нападать нет Не было Не нападали Но у меня была история Когда я жила на съемной квартире С Валерой Я навестила своих родителей И от родителей Пошла домой И за мной, значит Увязался мужчина Он был одет Такой церковный служащий Шел за мной Буквально Может быть метрах в пяти Я сначала подумала Может мне это все кажется И так далее Пока я шла Я начала набирать смс Ку Валере Говорю, Валера, пожалуйста Выйди навстречу Встреть меня Вроде за мной Тут идет мужчина И я обернулась пару раз Он пристально просто Смотрел на меня И шел Смотрел на меня И шел Я бывало Останавливала Что-то поковыряться в сельфоне Он тоже, главное Останавливался Просто что-то такое терся Куда-то смотрел Страшно Валера вышел мне навстречу Меня встретил Естественно, когда он Уже увидел Валеру Отпал у него Любой интерес Продолжать идти за мной Дальше он куда-то свернул В общем и ушел Но он за мной Вот все эти десять минут Почти что до Старой этой нашей квартиры Он за мной шел 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 Приостанавливаясь Что-то там вздыхая Я не говорю Что он там Обязательно маньяк Может быть просто Какие-то странности Из человека Ну всякое бывает Не хочет наговаривать Но это было жутко Это действительно было неприятно И жутко Было или не было Прошло или нет На этом все Отобрала я такие вот Вопросики Если вы хотите вторую часть То ставьте лайк прямо сейчас И заходите ко мне в инстаграм Пишите новые вопросы Можете даже опять какие-то провокационные Ну для того и есть эта рубрика Чтобы рассказать Как целовалась девочка И так далее Ребята Спасибо вам всем за просмотр Жду ваши комментарии И все Всем хорошего настроения Пока-пока